Итак, сегодня прошел брифинг Минобороны России. Темой стала ситуация в Сирии. И мы предлагаем вашему вниманию запись с этого мероприятия. Добрый день. С начала этого года сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России достигнуты значительные успехи по освобождению ключевых районов Сирии от остатков террористических группировок. Это восточная часть провинции Идлиб, пригороды Дамаска, Восточная Гута, Восточный Коломон, Ермук, северные районы провинции Хомс, которые в настоящее время находятся полностью под контролем правительственных войск. В январе-феврале этого года в восточной части провинции Идлиб была окружена и уничтожена крупная группировка Джабгата-Нусра численностью более полутора тысяч боевиков, а также разрозненные бангруппы игиловцев. В результате под контроль правительственных войск перешла территория от Кафер-Аккара до Сабура с севера на юг и Ансиджара до Эль-Хамам с запада на восток, площадью более 4300 квадратных километров. В настоящее время возобновлено движение по дороге, соединяющей Хамму и Алеппо. В освобожденных районах интенсивно налаживается мирная жизнь, что способствует возвращению беженцев. Так, через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Тель-Султан и западной части провинции Идлиб в провинцию Алеппо вернулось 9573 мирных жителей. Постепенно нормализуется ситуация в зоне деэскалации Идлиб. Завершено выставление наблюдательных постов вдоль линии разграничения, на которых несут службу военнослужащие стран-гарантов Астанинских соглашений – России, Ирана и Турции. Всего российской стороной выставлено 10 постов, Турции – 12, Ираном – 7. Они обеспечивают контроль соблюдения режима прекращения боевых действий правительственными войсками и вооруженной оппозиции. Между постами установлена устойчивая связь. Организован постоянный обмен информацией об обстановке и нарушениях режима прекращения боевых действий. Принимаются меры по их пресечению и урегулированию конфликтных ситуаций. Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска. В ходе нее под руководством российского центра по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гути, Восточном Коломуне и Ермуке. Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 234 человека, среди которых 28 725 боевиков. По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома. Последним оплотом террористов в сирийской столице являлся бывший лагерь палестинских беженцев Ермук, который был превращен в убежище для игиловцев, разгромленных ранее сирийской армией в различных районах Сирии. На сегодняшний день вооруженные формирования ИГИЛ, действовавшие в западной части Ермука, полностью уничтожены. Территория перешла под контроль правительственных войск. Кроме того, благодаря работе, проведенной Российским Центром по примирению враждующих сторон, члены отряда вооруженной оппозиции из восточной части Ермука смогли по своему желанию либо воспользоваться действующей амнистией и вернуться к мирной жизни, либо выехать семьями в провинцию ИДЛИП. Всего из Ермука было вывезено 3 283 боевика. В результате проведенной операции впервые за 6 лет жители сирийской столицы почувствовали себя в безопасности. Прекратились ежедневные обстрелы жилых кварталов города, террористические акты и похищения людей. Свободу получили заложники, удерживаемые боевиками. В районах ранее контролируемых банформированиями на порядок снизились цены на продукты питания и медикаменты. Люди получили доступ к медицинскому обслуживанию. Сегодня обстановка в освобожденных районах полностью нормализовалась и способствует налаживанию мирной жизни. По аналогичному сценарию проведена гуманитарная операция в зоне деэскалации в Хомс. В ходе переговоров с лидерами вооруженных формирований, шейхами племен и представителями религиозных общин была достигнута договоренность о переходе населенных пунктов в зоне деэскалации к мирной жизни и разблокировании движения по автомобильной дороге Хомс-Хама. Члены отряда вооруженной оппозиции получили возможность воспользоваться амнистией и остаться в своих населенных пунктах. Боевикам, не пожелавшим перейти под юрисдикцию правительства Сирии, был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алепа в город Джираблос. 7 мая из городов Эр-Растан, Аль-Кантара-Шимали, Тель-Биса и других населенных пунктов вывезено 13 407 участников незаконных вооруженных формирований. Вооруженными формированиями сдано правительственным войскам 7 танков, 5 БМП, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 122 орудия и миномета, 20 реактивных систем залпового огня, 9 комплексов ПТУР, 45 ручных противотанковых гранатометов, 14 средств противовоздушной обороны, 12 самодельных пусковых установок «Адский огонь», а также 56 крупнокалиберных пулеметов. Особо отмечу, что освобождение зоны деэскалации Хомс от боевиков достигнуто мирным путем. Боевые действия не велись, что позволило полностью исключить жертвы среди мирных жителей и членов отрядов оппозиции. Данные вопросы, а также текущая ситуация в Сирии, обсуждалась представителями России, Ирана и Турции на 9-й международной встрече, которая завершилась 15 мая в Астане. Представители стран-гарантов подвели итоги развития ситуации на Земле за год с момента подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года. Подчеркнули ключевую роль, которую играют зоны деэскалации в поддержании режима прекращения боевых действий, снижении уровня насилия и в целом стабилизации обстановки в Сирии. Участники конференции приветствовали проведение представителями трех стран-гарантов второго заседания рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передачи тел погибших и поиску пропавших без вести при участии экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста. Была подтверждена необходимость продолжения совместных усилий с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии. Стороны договорились приложить дополнительные усилия по направлению в Сирию помощи населению, содействию гуманитарному разминированию, сохранению исторического наследия, восстановлению объектов социальной и экономической инфраструктуры. Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии. Более подробно о ходе восстановления объектов инфраструктуры в районах, освобожденных от вооруженных формирований и возвращении беженцев, расскажет начальник Центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Евтушенко, находящийся на видеоконференции в Дамаске. Пожалуйста, Юрий Григорьевич. Добрый день. После освобождения восточной игуты от боевиков основные усилия Центра по примирению враждующих сторон сосредоточены на постконфликтном урегулировании и создании условий для возвращения людей к мирной жизни. Для расчистки завалов, уборки улиц, восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства, населенные пункты Дума, Кафербатна, Дахиата, Лясат и Арбин доставлена российская специальная техника, пиломатериалы, силовые и оптоволоконные кабели, водопроводные трубы и другие строительные материалы. Это позволило ремонтным бригадам оперативно приступить к восстановлению объектов инфраструктуры в Восточной Гуте. Представители Центра по примирению постоянно проводят мониторинг гуманитарной обстановки, координируя с органами государственной власти Сирийской Арабской Республики и местного управления вопросы восстановления социально значимых объектов, имеющих первоочередное значение. Речь идет о школах, больницах, хлебопекарнях, объектах электро- и водоснабжениях. Инженерно-саперными подразделениями Сирийской Армии не прекращается работа по разминированию жилых строений, вывозу боеприпасов и мент. На сегодняшний день в населенных пунктах Восточной Гуты разминировано 453 здания и сооружения, 32 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 956 взрывоопасных предметов. Расчищено от завала более 25 квадратных километров площади населенных пунктов. Благодаря улучшению гуманитарной ситуации из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома уже вернулось 66 257 жителей Восточной Гуты. Для исключения провокаций и обеспечения безопасности местных жителей подразделениями российской военной полиции в Восточной Гуте, Восточном Коломоне, Ермуке, Растане и Тельбисе ежедневно выставляются наблюдательные посты, ведется патрулирование. Российской стороной предпринимаются усилия по улучшению гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Только за текущий месяц в Центр по примирению проведена 41 гуманитарная акция, в ходе которых населению передано более 95 тонн продовольствия, бутылированной воды и предметов первой необходимости. Российскими военными врачами оказана медицинская помощь более 1 тысячи мирных жителей. Сирийские власти совместно с Российским Центром по примирению продолжают работу по созданию условий для возвращения граждан в места прежнего проживания. С 1 ноября 2017 года в свои дома провинции Хомс вернулось 13 763 человека. В провинции Деразор на восточный берег реки Ефрат 46 792 человека. В населенные пункты Восточного Коломона с 25 апреля 2018 года возвратилось более 7 тысяч человек. Спасибо, Юрий Григорьевич. Несмотря на активную работу Российского Центра по примирению враждующих сторон, для полного восстановления районов, пострадавших в ходе боевых действий против террористических группировок в Сирии и экономики страны в целом, требуется помощь всего международного сообщества. Мы призываем ООН и другие международные организации подключаться к данному процессу. О шагах, предпринимаемых российской стороной на данном направлении, выступит представитель Минобороны России в Женеве полковник Тарасов. Прошу вас, Юрий Владимирович. Товарищ генерал-полковник, докладывает представитель Министерства обороны Российской Федерации в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи полковник Тарасов Успешные мероприятия по замерению бывших зон деэскалации в Восточной Гуте, провинциях Хама и Хомс привели к освобождению данных районов от экстремистов и их полному разблокированию. Это дает возможность оказания масштабной гуманитарной помощи населению, которая долгое время находилась в изоляции и использовалась террористами в качестве живого щита. Российские представители в целевых группах оперативно информируют офис специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии о ситуации в освобожденных районах в целях скорейшего подключения гуманитарных агентств к восстановлению мирной жизни и решению насущных проблем населения, возвращающегося в свои дома. Как только были решены вопросы обеспечения безопасности в Восточной Гуте, связанные с разминированием и расчисткой дорог, сирийское правительство по согласованию с российской стороной дало разрешение на вход туда оценочных миссий ООН. Так, 12 мая специалисты организации посетили районы Кафирбатна и Сагба. В ближайшее время планируется направление миссии в город Дума. По линии гуманитарной целевой группы обсуждается план проведения подобной работы в провинции Хомс. В контактах с улоновцами российские представители стараются ускорить переход международных организаций от этапа оценки ситуации к практическим шагам по оказанию помощи. В ходе еженедельных заседаний проводим работу, направленную на развитие интереса стран-членов международной группы поддержки Сирии к оказанию содействия населению освобожденных районов. В настоящее время нами прорабатывается вопрос подключения международных организаций к гуманитарному разминированию на территории страны. Открытие в Дамаске офиса службы ООН по разминированию находится на завершающем этапе согласования. Российские представители в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи круглосуточно готовы к взаимодействию с международными агентствами, в том числе по вопросам деконфликтации, прохождение конвоев и оценочных миссий. Кроме того, мы регулярно так доставляем структурам ООН информацию по приоритетным направлениям оказания гуманитарной помощи в стране, что способствует направлению ее в наиболее нуждающиеся районы. Надеемся, что ООН и другие международные организации не на словах, а на деле подтвердят свою заинтересованность в скорейшем восстановлении территорий Сирии, наиболее пострадавших от террористов и возвращении их к мирной жизни. Спасибо, Юрий Владимирович. В заключении хочу отметить, что в настоящее время созданы все условия для возрождения Сирии как единого неделимого государства. Но для достижения этой цели необходимо приложить усилия не только России, но и другим членам мирового сообщества. Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации внимательно отслеживает развитие ситуации на территории Сирии. Мы продолжим информировать вас о ее изменениях. Благодарю за внимание. Продолжение следует...